Всем привет, друзья! Сегодня я готовлю нам ужин. Будет запеканка из пангасиуса с картофелем. К ним прилагается майонез, яйца, сыр, 2 луковицы, смесь перцев и молотый кориандр. Сегодня я взяла соль и оливковое масло. Что я сейчас буду делать? Для начала я нарежу лук полукольцами и обжарю его в сковороде до золотистого цвета. Что касается количества, 2 луковицы у меня были 300 грамм, пангасиус у меня 500 грамм, 1 килограмм картофеля, 4 столовые ложки с горкой майонеза, 2 яйца и 100 грамм сыра. Также вот кусочек лимона, я буду сбрызгивать им рыбу, чтобы она немножко полежала. И перцы, соль, это уже по вкусу. Теперь, пока у меня разогревается масло, я быстренько порежу рыбку, чтобы она немного полежала в спецах, приправить. Рыбку режьте, как вам нравится. Рыбку я подсаливаю по вкусу. Добавляю сюда сок лимона. Теперь немного кориандра посыплю. И смесь перцев у меня. Теперь перемешаю, пусть она полежит немного, пока у меня подготавливаются другие ингредиенты для блюда. Картофель я буду нарезать кружочками, примерно 4-5 миллиметров толщиной. И я его буду отваривать немного по соленой воде. Лук у меня обжаривается, картофель у меня отваривается в подсоленной воде. Картофель отваривала 7 минут. Так, сбрызгиваю кормочку. Выложила первый слой картофеля. Вот в прошлый раз я готовила, у меня картошка вот так вот не рассыпалась. Она у меня была белая, вот эта красная. Теперь я кладу слой рыбки на картофель. Я не подсаливала, потому как отваривала картофель в подсоленной воде. И рыба у меня немного мариновалась, тоже я ее уже солила. Так, сверху этой рыбы мне нужно выложить лук. Лук выложила. И вот сверху лук немного подключу. Это опять же по желанию. Так, и теперь мне нужно положить слой картошки опять. Форма у меня небольшая. Теперь я все это должна залить заливочкой. Вот этой вот смесью. И яично-майонезной. Немножко разровняю здесь. Как всегда, хочется побольше приготовить. Ставлю в разогретую духовку. До 200 градусов у меня разогрета. На 30-35 минут. Смотрите по своей духовке. Прошло 30 минут. Я достала запеканку. Мне нужно посыпать сверху сырочком. Ставлю в духовку, чтобы корочка зарумянилась. Вкусняшка готова. Так вкусно пахнет. Поверьте уж, правда. Сейчас немного остынет. Слышите? Еще шкварчит. И мы будем кушать. Все готово. Мы сейчас садимся кушать. Раскладываем нашу запеканку. Мне кажется, это будет вкусно. Да, это условно вкусно. Вот такая вот она. Красивенькая. Ну что, как обычно, желаю всем приятного аппетита. Всем крепкого здоровья. Берегите себя и своих близких. Все будет хорошо. До встречи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok